Какой новогодний стол без красной икры? Это лакомство украсит любое блюдо. На тарелке яркие зерна напоминают блестящие елочные игрушки. Но на что следует обратить внимание при покупке данного лакомства? По данным Роспотребнадзора, эту категорию продуктов подделывают нередко. Только за последний месяц в регионе были выявлены несколько случаев реализации икры неустановленными лицами. Покупая такой продукт, вместо застолья можно оказаться в больничной палате. Поэтому производство и продажа икры строго регламентируются законом. Главное, на что стоит обратить внимание, это маркировка. На маркировке икры должно быть написано, из какой рыбы изъята икра, дата производства и дата фасования. Вместе с тем, обращайте внимание, что на жестяной банке должно быть выбито все наименования изнутри. Должно быть слово обязательно икра, дата производства, дата фасования, номер завода, номер смены и код рыбной промышленности Р. Важно визуально оценить целостность упаковки. Крышка не должна быть вздута. Жестяная банка должна быть плотно закрыта. Если в стеклянной банке, то должно быть полное набитое икрой. Обращайте внимание на состав. На составе только допускается использовать консервантов Е200 и 211. Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупать икру и другие продукты только в торговых центрах, магазинах и на рынках. То есть там, где могут предоставить документацию. Но даже покупая качественные продукты, можно нанести вред своему здоровью во время новогоднего застолья. Обилие жирной, соленой пищи, приправленной майонезом. В общем, все, от чего предостерегают диетологи. Но вместе с тем, даже любимые салаты можно сделать более полезными. Много салатов, много майонеза. Пожалуйста, приготовьте эти соусы сами. Либо заправьте просто лимонным соком с оливковым маслом, с нерафинированным. Либо, если уж вы хотите обязательно использовать майонез, то готовьте этот майонез своими руками, со своей собственной кухней. Еще одна опасность новогодней ночи – позднее застолье. Врачи в один голос утверждают – в ноль часов наш организм привык спать. Но и здесь есть способ обезопасить себя, не отказываясь от традиций. Мой совет как диетолога – покушайте вовремя, как обычно. То есть сделайте себе обычный ужин, а новогодний стол пусть будет представлен просто с закусками, овощными нарезками. То есть легкие овощи, какие-то нежирные сорта мяса, птица, курица, индейка, рыба, пожалуйста, заливное из рыбы. Еще не лишним, по словам Светланы Аркановой, будет поставить на праздничный стол простую воду. В любом случае, здоровье человека в его руках. Исследователи рекомендациям каждый тоже решает самостоятельно. Главное, что эти предновогодние дни дарят нам ощущение сказки и ожидания чуда.